Вадим Слюсарев Вадим Слюсарев Вадим Слюсарев Вадим Слюсарев Вадим Слюсарев 14-й шелковый путь стартовал 5 июля в Томске. Через 11 дней гонщики финишируют в столице Монголии – Улан-Баторе. Этот маршрут считается одним из самых сложных и интересных в истории. Экипажи преодолевают разные природные зоны – тайгу, горные перевалы и песчаные дюны. Каждый спецучасток таит свои сюрпризы. «Надо бороться до конца, стараться держать темп, рассчитывать силы. Все-таки это гонка длинная, 11 этапов, без дня отдыха, нужно рассчитать силы. Кто ровнее проедет все эти дни, без каких-то проблем, навигации, кто меньше потеряет, тот и будет. Потому что скорости у всех похожи, и важно и тактически грамотно действовать, и на трассе стараться забирать свое время». «Ралли-рейт» – синоним слова «опасность». Порой гонщики вынуждены сходить с дистанции. Так, на втором этапе «Томск-Барнаул» лидер зачета квадроциклов Алексей Свердлов не справился с управлением и перевернулся. Его транспортное средство полностью сгорело. Остальные райдеры помогли пострадавшему и дождались медиков. Гонщика вертолетом направили в больницу, где он получил необходимую помощь. В это время экипажи уже ждали в Барнауле. Там впервые организовали бивак, где я, кстати, всегда мечтал побывать. И вот мы здесь. Бивак – это своеобразный автоспортивный мегаполис, где постоянно что-то происходит. Не секрет, что на ралли-рейдах регулярно случаются поломки. И как раз здесь, в таких лагерях, есть возможность у механиков устранить все неисправности. На биваке организованы все необходимые для команд условия. Рейс-контрол, медиа-центр, обеденная зона, пространство для мойки машин, просторная площадка для техничек. Так называют автомобили механиков, где находятся запчасти, колеса, инструменты и так далее. В Барнауле бивак разместили на грибном канале, который подошел по всем параметрам. Так еще и находится недалеко от старта спецучастка в Расказихе. Единственное, что невозможно было проконтролировать – это дождь. Погода была негостеприимной, в отличие от Романа Русиного, легендарного пилота гонок на выносливость, чемпиона мира, а также европейской и азиатской серии «Лиман». Он принял нас у себя в палатке, заодно и рассказал, почему второй год подряд участвует в «Шелковом пути». Это очень сложно, потому что обычная специфика в шоссейных и кольцевых гонках – это трассу ты знаешь наизусть на 100%, и ты можешь без проблем проехать на 100% каждый круг. А тут ты должен контролировать, потому что техника, если пролетать все ямы на большой скорости, не выдержит. И вот это как раз самое сложное. Вот эта маленькая фишка, когда ты проезжаешь по новой дистанции только один раз, ты не знаешь, что тебя ждет впереди, у тебя есть навигация, ты работаешь со штурмами – это совсем другая история. Это достаточно сложно. Но какими бы громкими ни были имена во всех классах, внимание массовой публики всегда приковано к самым большим участникам гонки – девятитонным грузовикам, у которых двигатели мощностью свыше тысячи лошадиных сил. В истории «Шелкового пути» команда «КамАЗ-Мастер» проигрывала лишь дважды – в 2011 году и в прошлом. Одолеть «Синюю армаду» смог белорус, гонщик команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Визович. Кстати, в Барнаул он также приехал в статусе лидера. Мы специально не показывали высокий темп на прологе, чтобы не ехать сегодня впереди открывающим экипажем. И эта тактика сработала. Передыдущим ребятам было очень сложно. Рельеф, местность, вернее, была такая, что очень высокая трава, много растительности, узкий очень лес, где нужно было и прокладывать, и искать дорогу. Поэтому мы воспользовались этой ситуацией и выигрались в сегодняшний день и стали лидерами генеральной классификации. Ну, это, скажем так, больше заслуга тактики, чем скорости. Команда из Татарстана решительно настроена вернуть себе статус чемпионов. На этот шелковый путь они заявили пять экипажей. Причем коллектив не только работает на скорость, но и экспериментирует с техникой. Например, экипаж Сергея Куприянова выступает на версии грузовика с газодизельным двигателем. А руководитель «Синей армады» Эдуард Николаев управляет «КамАЗом» непривычной капотной компоновки. Мы заводская команда, и из конвейера сходят бескапотные грузовики. Как мы видим, это автомобили семейства К5. Это основная наша машина, которую мы представляем на международных соревнованиях. Несем наш бренд, флагман на международной арене и, конечно же, рекламу нашему «КамАЗу». Наши соперники, да, как вы уже заметили, ездят на капотных автомобилях. Есть у него некое преимущество. Но чтобы его понять, нам никто не даст из соперников свою машину попробовать. Поэтому мы вынуждены были сделать свой капотник, чтобы увидеть все его плюсы, в том числе и минусы. В чем у него преимущество, в отличие от нашего бескапотного грузовика. И наша задача – те плюсы, которые есть у капотников, внедрить и найти возможность в этот автомобиль. Чтобы он был так же силен, как и капотник. В общем, увидеть своими глазами работу «КамАЗу» на «Биваке» – мечта любого мальчишки и девчонки, которые обожают машинки. Самая разнообразная техника, грузовики, внедорожники, баги, мотоциклы – все в метрах от тебя. И как бы не было увлекательно в техническом лагере, все самое интересное было дальше. Как и три года назад, Алтайский спецучасток прошел через старую военную дорогу, а также тропы для лесовозов между Расказихой Первомайского района и Акутихой в Быстроистокском. Кстати, этап был под угрозой срыва. Из-за урагана трасса была завалена упавшими деревьями. Но совместными усилиями всех служб ее удалось расчистить. Самое главное выведение – мы сделали трассу на 100 метров больше. Как бы это смешно ни звучало, это принципиальные 100 метров, которые позволили зрителям увидеть трассу на 100 метров раньше. Мы стартовали от сцены 100 метров, и люди старались подойти туда. Мы сделали ее чуть пораньше. Соответственно, теперь зритель может стоять на стартовой площадке, видеть и старт, и выступление артистов. Нам всем, организаторам, участникам, очень приятно ощущать ваше искреннее сибирское гостеприимство. Ваше пожелание участникам, ваша сибирская энергетика обязательно поможет участникам преодолеть сложный, трудный маршрут нашего марафона до Улан-Батора. Дорогие друзья, у меня есть ответственная и почетная миссия объявить о том, что российский этап международного ралли «Шелковый путь» по территории Алтайского края в 2024 году объявляется открытым. Доброй дороги! С Богом! Каравай, песни и чай с травами. В предстартовой зоне гонщики в полной мере почувствовали, что такое алтайское гостеприимство. Поэтому и на старт вышли с улыбками. Просто поражает. Вообще просто от всей души спасет. Ни такого нигде не видели. Вот он старт третьего этапа Барнаул-Горно-Алтайск. Впереди почти 133 километра самых разных дорог. От быстрых, широких, грайдированных до узких, лесных, с ямами и грязью. Учитывая, что вчера местами в Алтайском крае прошел дождь, на трассе может ожидать гонщиков множество трудностей. Но тем этап интереснее. Несмотря на все старания организаторов, лидеру Сергею Визовичу преградило дорогу новое упавшее дерево, которое его экипаж был вынужден убирать. А затем на этапе и вовсе чуть не случилась трагедия. Мас Визовича сбился с пути. Возвращаясь на маршрут, он был близок к тому, чтобы столкнуться лоб в лоб с Камазом Эдуарда Николаева, который также двигался в неправильном направлении. Мастерства пилотов хватило, чтобы не допустить столкновения. Лобовой разъезд наш. Зрители перекрыли правильную дорогу в лес. Натянули ленточку. И мы с ним поехали другой дорогой. Но так он был моей пыли, там где-то в минуту сзади. Мы поняли, что едем не туда. Я ехал медленно, прижимался к обочине, понимал, что он будет ехать. Для него это был правый поворот. Его ПНР тянуло налево, а там был я. И он на очень большей скорости, больше 100 км в час успел среагировать. И мы разъехались, облизав друг друга. Стоит объяснить, как гонщики ориентируются на местности. У них нет навигаторов и привычных карт. Есть только дорожная книга, где описываются маршрут и контрольные точки. Поэтому роль штурмана в экипаже достаточно велика. А вот мотоциклистам и квадроциклистам приходится самим выстраивать маршрут. Так еще и ехать нужно быстро. Ну, здесь у нас образно, вот как я еду. У меня на одном приборе стоит километраж. Сейчас уже сбросился, потому что выключал. Здесь скорость при каком-то нужном моменте. Я просто переключаю там, если где-то нужно по градусам ехать. Я переключаю на градусы и, соответственно, сравниваю с легендой. И дальше едем. Не было желания пересесть в автомобиль, чтобы еще кто-то этим занимался? Да нет, квадроциклы как-то уже много лет, они как-то прижился и не хочется другого. Самым быстрым на Алтайском бездорожье, как и три года назад, стал пилот КамАЗа Дмитрий Сотников. Тогда же его экипаж стал чемпионским. Посмотрим, как все сложится сейчас. Именно новых обладателей главного приза «Белого тигра» станут известны 15 июля, когда караван доедет до столицы Монголии – Улан-Батора. Для гонщиков ралли-рейд продолжается, а для Алтайского края он завершен. По законам драматургии в конце принято делать какие-то выводы, но мне хочется сказать только благодарность. Спасибо тебе, шелковый путь, что вновь приехал к нам и сделал мечту многих реальностью. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, Катунь-24. Что тебя больше всего впечатлило от машины? КамАЗы, потому что они очень большие и быстрые. Ну, еще их иногда заносит. Мне очень понравилось, как грузовики проезжали мимо. Они нас, или было так страшно, как будто сейчас вылетят на повороте. Влаги, тоже были интересные прототипы всякие. Я всегда сажусь, смотрю ралли по телевизору. Мне это очень нравится. А вот увидеть живую, насколько это тебе прикольно, приятно? Конечно, приятно. Я об этом мечтал. И сейчас моя мечта сбылась. Вот вас двое, и в экипаже обычно, в машине тоже двое. Хотели бы когда-нибудь, когда вырастите, вдвоем поехать? Да, очень. А кто из вас был бы водителем, а кто штурманом? Легкие дороги. Я водителя Монштурмля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова